Будет день счастливый и чудесный самый Если рядом будут папа и мама Буду я веселый, буду очень рада Если будут рядом сестренка с братом А еще я буду бесконечно рада Если рядом дедушка и бабушка рядом Ну а больше всех буду рада я Если будет рядом вся семья Вся моя семья 6 февраля день, который семья Сверидовых будет отмечать ежегодно Именно в этот день они познакомились с Катей Девочка им сразу понравилась Практически сразу завязались теплые дружеские отношения Девочкой зовут ее Екатерина 10 лет Скоро уже будет 11 Начинали общаться То есть когда у нас был собран пакет документов Мы пришли, нам подобрали девочек, мальчиков То есть мы попросили, что покажите нам Ну то есть какое-то знакомство То есть и первая зашла Екатерина У моего мужа екнуло у него было, ну то есть есть дочь только взрослая Что сильно похоже на дочь Я как-то растерялась в начале, что, то есть несмотря на то, что я хотела дочку Ну в начале мы думали поменьше взять ребенка А Катя очень активная, очень интересная девочка нам показалась То есть мы ее взяли на выходные дни То есть пробыв в выходные дни у нас Мы вообще приняли решение, что больше вообще никого смотреть мы не будем И ребенка будем оформлять в приемную семью В настоящее время, пока документы находятся в стадии оформления Сверидовы забирают Катю в гости на каникулы и по выходным По словам Елены Геннадьевны, гостевой режим очень важен Как определенный этап в отношениях Чтобы лучше узнать друг друга, познакомиться с семейным укладом И тогда можно будет понять точно, перерастут ли дружеские отношения Во что-то большее или нет Я считаю, что гостевой режим все равно вот Или первый раз мы ее взяли, да То есть она там нам и пела, и плясала То есть ни от чего не отказывалась И кушала, и на все была согласна И сейчас уже Катя, то есть она приходит, расслабляется, отдыхает То есть вместе начинаем что-то делать, там уроки учить То есть мы смотрим, что какие-то трудности уже преодолеваем Что там то мы не хотим уроки делать, то мы не хотим кушать То мы не хотим еще что-то Я считаю, что нам еще нужно и привыкнуть То есть если вначале там мы свои какие-то У нас свой уклад с мужем Катя своей жизнью у детдома То есть у нее там все по расписанию В жизни все не по правилу получается То есть получается мы на гостевом режиме Так сказать, что она смотрит, как мы живем Привыкает к нашему укладу То есть мы привыкаем к ней Я считаю, что нужен гостевой режим То есть, ну может быть не в таком... Так долго, ну мы просто набрались терпения и ждем Екатерина готова распрощаться со своими подругами и поскорей обрести семью Где она будет родным человечком, которого любят, о котором заботятся Катюша, скажи, пожалуйста, свои впечатления, когда ты в первый раз увидела Елену Геннадьевну Я обрадовалась, я не знала таким ожиданиям А как долго ты уже на гостевом режиме? Как часто ходишь в гости? По субботу и воскресенье А что вы там делаете в гостях? Мы отдыхаем там на природе, ходим в сон, все делаем А ты рада этому? Да, очень рада А скоро уже ты пойдешь на все всем в эту семью? Не знаю А хотелось бы? Да Хотелось бы поскорее? Да Расскажи немножко о вашем укладе в детском доме Чем вы здесь занимаетесь? Вообще из чего состоит деньги? Мы просыпаемся, умоемся, пойдем завтракать Потом позавтракаем, в школу идем Я там получаю хорошие оценки Мы приходим, пообедаем Идем в библиотеку во вторник В четыре мы полничаем Потом делаем уроки с четырех до пяти В шесть мы гуляем В семь ужин В восемь мы умоемся И в девять ложимся спать А вот ты не сказала про свободное время Есть у вас свободное время, когда можно чем хочешь заниматься? В шесть и может быть в три И что вы делаете? Я гуляю, репетирую Репетируешь? Это чем ты занимаешься? Да, иногда пою, танцую Замечательно, а как ты учишься? Отлично, хорошо В каком классе? В четвертом Б Тебе 10 лет, в четвертом классе учишь? Да А у тебя есть 10 подружек? Ты не будешь скучать? Нет Дома лучше ты? Да И вправду, в детском доме хорошо, а дома лучше Пройдет совсем немного времени И Катюша будет называть Елену Геннадьевну мамой И у них все получится А как же иначе? Право брать ребенка в семью на гостевой режим Дает заключение органа опеки и попечительства Причем не важно, состоит его в браке или нет Есть ли у вас в собственности жилье или нет Необходимо в орган опеки по месту жительства Предоставить следующие документы Справка медкомиссии Справка с места жительства Справки на судимость Адрес органа опеки в нашем городе Проспект Макеева, дом 8А, кабинет 208 Телефон 53-36-16 52-76-03 52-75-99 Приходите в детский дом на Машгородке Что на улице Попова 7 Дети ждут вас Субтитры создавал DimaTorzok